Дорогая публика, здравствуйте! Я беседую с Дмитрием Олеговичем Топщем, он, так сказать, работник области математики, так он себя представляет. Криптограф. И мы с ним второй раз разговариваем по поводу неких таких занимательных историй и мифов, и действительных историй, истории науки. И мы в прошлый раз с ним завершили 17 век, и мы решили попасть в 18 век. 18 век, век, скажем так, эпоха просвещения началась, да? Эпоха просвещения, да. Все узнали, что оказывается, значит, планеты движутся вокруг Солнца по эллипсам, и это все следует из, значит, механики Ньютона, небесная механика. Это всего лишь навсего решение уравнений. В центральном поле сил движется по второму закону Ньютона тело, да, все по эллипсу или по любому другому коническому сечению, да, там есть парабола, есть гипербола, есть, значит, круг, вот, окружность, вернее. Вот, а тут, да, все, вот эти все животные, и мы люди-то, мы же механизмы, да, там сердце качает чего-то, да, тут вот под языком слюнная железа вырабатывают слюну, чтобы мне болтать было удобно, а здесь другая железа вырабатывает мысль, и вот я ее озвучиваю, ну, все механизм, человек, машина, вот тогда все стало всем понятно, это вот заря научного материализма, научного атеизма, да, вот тогда появилось, ну, все вот такое вот, да, электричеством стали активно заниматься в ту пору, появились идеи использовать электричество для связи, там какие-то были, так, типа, типа, подаете в электрический ток, а на другом конце, там, скажем, начинают идти пузырьки появляться, идет, как называется-то, не радиолиз, а электролиз, да, электролиз идет, или там отклоняется какой-нибудь, там, висит, так сказать, бузина, вы подали напряжение, отклоняется она, правда, телеграф работал на расстоянии там нескольких метров, но вот первые были такие эксперименты, да, в 19 веке уже был работающий телеграф электромагнитный, а там еще только шуточки были, да, но век такой был замечательный, что там в вашем веке, кто, кто с вашей со стороны математики самый замечательный в том веке? Борис Сергеевич, этот век дал плеяду, ну, титанов, безусловно, титанов, здесь только, только от их упоминания уже становится, как говорится, не по себе, чего столько стоит величайший, великий, несравненный учитель, как на него говорил Лагранж, читайте, читайте Леонардо Эллера, он наш великий учитель, гениальнейший инопланетянин, в кавычках, швейцарский математик, который жил долгое время в Питере, потом в Берлине по приглашению Фридриха, потом опять в Питере, он в Питере и умер, он стал подданным русской царице, потому что иначе бы он не смог занимать той должности, которую вот ему предлагали, очень выгодную, а он согласился и стал подданным русской империи. Просто человек исключительной работоспособности, то есть плодовитость трудов просто зашкаливает. Его бюст украшает Эрмитаж, кстати говоря. Да? А я просто никогда не был в Питере, Борис Ильич, поэтому не знаю. Там есть его бюст. И могилки есть его там тоже на Питере на кладбище протестантской. Да, могила, да, он похоронен в Питере, да, это я знаю, да. Что сказать? Безусловно, чрезвычайно набожный человек каждый вечер собирал на ежедневную молитву свою семью. То есть это к тому, что я никого не агитирую ни в коем случае. Так, на секундочку просто. Для воинствующих супер-атеистов. Есть, как я говорю. Поэтому, ну, на мой взгляд, это, если в моем рейтинге, это топ-1 математик. Безусловно. И, кстати говоря, он был очень трудолюбивый. И когда он, значит, попал в Российскую Академию Наук, ну, тут от Академии Наук там было очень много им данного привилегии. Ну, там платили им жалования, дровами обеспечили, это само собой. Им обеспечили очень хорошую издательскую деятельность. Они очень хорошо могли, легко публиковались они легко. И от них требовалось только две вещи. Это, если нужно начертить какой-нибудь чертеж, ну, то есть, типа, карту, чертеж. Да, я понимаю, да, прежде всего. И устроить фейерверк. Все, больше ничего не требовалось. И они, как дадут, им надо начертить чертеж. Ну, это на месяц работы. А Эллер, ну, сейчас посижу ночку, завтра будет, да. И он пресвечек отчертил, в результате один глаз у него перестал видеть. Ну, он был такой, он расценки резал. Борис Сергеевич, это было не с черчением связано, я прошу прощения, когда он лишился глаза. А то, что Академия получила заказ на вычислительные работы, и оценочная была там временная шкала около месяца. А Эллер сказал, я это сделаю за три дня. Он это сделал, и в результате нервного перенапряжения лишился глаза. Ну, короче говоря, он был работяга, да. Да, был трудолюбивый очень. Чрезвычайно. Эллер это дело отметили, заметили, и сказали, давай, говорит, к нам насовсем, мы тебе хорошую должность дадим. Ну, для этого-то должен быть подданным, значит, русской империи. Давай, говорит, согласен, что-то. Подданным, так подданным. Ну, да, это так было, да. Пошел в мозг. Борис Сергеевич, мы не касаемся особо результатов. Мы сейчас не в научной полосе, мы просто говорим о жизни, да, как мы обозначили. Там хотелось бы еще любопытный момент отметить чуть-чуть. Это, конечно, представители французской школы. То есть это Лагранж, это Лежандр, в теории чисел, особенно у Ивана Матвеевича Виноградова есть известная лема Лежандра, о вхождении простого числа, степень в факториал. Это у нас, если мы 18 век, это Пьер Симон Лаплас. Ну, Пьер Симон Лаплас вообще, знаете, да, что он сначала, он был министр внутренних дел даже при Наполеоне. Нет, перед Наполеоном. Это было в эпоху, так сказать, директории. В эпоху директории, да, да, да. И когда Наполеон стал первым консулом, вот на исходе этой эпохи, он освободил его от деятельности с формулировкой за внесение в работу министерства внутренних дел духа бесконечно малых величин. Но нужно сказать, что потом, когда вот тут пушки грохотали на Манмартре уже, да, он первый потребовал отречения Наполеона от престола. Да, он был. Да, а вот когда Наполеон был в Смоленске, он прислал ему книгу, это была первая книга в истории человечества под названием «Теория вероятностей». Вот первая книга с таким названием, вот ее увидел, значит, Наполеон в Смоленске, и он отписал ему письмо, благодарю вас за эту книгу. «Теория вероятностей достойно венчает здание математики этой царицы наук». И вот надо сказать, я подозреваю, что в этой книге была, значит, таблица функций Лапласа, да? Помните такую? Да, 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 скорее всего была. А вот Наполеон, когда он принимал какое-нибудь решение, он имел обыкновение смотреть таблицу логарифмов, так, разглядывать ее, вот тут вот растет, значит, в третьем члене, в третьем, о, вот во втором члене выросла величина логарифма, вот так он все. А в этот раз он, видимо, свое роковое решение о продолжении похода на Москву после Смоленска принял как раз на таблице функций Лапласа. Так что вот книга эта и таблица сыграли, так сказать, заметную роль, хотя бы как реквизит в истории войны 12-го года. Да, что было, то было. Да, вот такая с ним была история с Пьером Симоном Лапласом и Наполеоном. Так, а кто-то там еще у нас ведь стучится к нам в голову в 18-м веке. Это ведь век пара был, да, пошли паровые машины. Сначала это были так называемые атмосферные машины. Они не догадались, используют расширение пара. Там происходило при охлаждении сжатие, наполняется чем-нибудь горячим воздухом или пороховыми газами наполняется цилиндр. Потом это происходит охлаждение и в цилиндр, значит, заталкивается поршень. Эти машины были величиной там с трех, пять этажный дом. Цилиндр был огромный, там в него мог человек поместиться легко, вот, и не один. И вот, если помните, машина Ползуновых, да, это тоже была не паровая машина, это была атмосферная машина. Но она отличалась от прочих тем, что у нее было два цилиндра, и они по очереди вот работали там, то один, то другой. И вот первый уже Джеймс Уатт, по-моему, он создатель, собственно, первой паровой машины, которая работала на расширении. И у него тоже по первоначалу там было, в общем, что-то такое атмосферное. Надо было удалять оттуда пар. Ну, короче говоря, вот тут где-то и произошла революция, когда вот эта неуклюжая атмосферная машина стала уклюжей паровой. В паровой машине пар расширяется и толкает, ну, как паровоз. Как любая паровая машина. А что-то у меня вот в голову пришлось, что-то сразу налоги от Афон Гереке, но это не 18-й век, да, вот эти шары? Ну да, он там откачивал воздух, их не могли разорвать, он крантик поворачивает, пшшш, они разваливаются. Ну да, вот у меня что-то... А Гереке еще, он был такой любопытный бургомистр, где он был бургомистром, в каком городе? Мальденбург, сейчас, Мальденбургские шары, как вот я так... Во-во-во-во, Магдебургские шары, или Мальденбургские шары. Вот, и он, значит, там еще опытами с электричеством занимался, кстати говоря, успешно. Борис Сергеевич, а с электричеством там же еще надо не забыть закон Франклина, то есть американцы, или я ошибаюсь? Нет, это 18-й век, по-моему, тоже. Да, 18-й наш, уже 18-й век. Да, 18-й, да, там оперераспределение... Он, кстати говоря, очень успешно занимался изучением атмосферного электричества. Между прочим, его вот эта вот система была безопасная. Безопасная, вот в отличие от той, которой пользовался Ломоносов и Рихман. Рихмана убила, а у того все нормально было, все безопасно, все работало. Да, он был большой человек. Он изобрел вот бифокальные очки. Где они тут у меня лежат бифокальные очки, я их снял. В общем, изобрел бифокальные очки, вон они. Это его изобретение, вот. Вот, вот его изобретение. Видите, вот. У Линзы, да, два фокуса, да, вот. А, вот эти вот. А, биф, биф, я понял, да. Бифокальные очки изобрел он. Он первый получил мономолекулярную пленку. Он разлил по поверхности воды. Пруд у него был, масло растительное. И сколько бы он его как бы не разливал, площадь пятна была одна и та же. Он получил пленку толщиной в одну молекулу. Таким образом он оценил толщину, размер молекулы. Знает, сколько было масла, сколько он разлил. И вот толщина получилась. Вот он первый, кто измерил таким оригинальным спортом. Понимаете, да? Ну да, да, да. Да, вот. У меня сразу в голове, опа, закон Лапласа о натяжении поверхностном пошло. Он был единственный человек, который подписал сразу все три документа важных в истории США. Конституцию, значит, декларацию вот эту вот, как там у них называлось, прав и свободу что ли. И мирный договор с Великобританией о представлении штатом независимости. Вот он единственный, кто был все три бумаги, подписал. Ему принадлежит даже словечко французское. Он, естественно, был англоговорящий. А он был послом во Франции. Франция очень симпатизировала Соединенным Штатам их освобождению от колониальной зависимости. И их спрашивают, ну как у вас дела? Он говорит, сейра, сейра, сейра. Все идет, сейра, сейра. И вот это сейра, оно стало даже, значит, французским словечком каким-то. Даже в песнях есть. А сейра, сейра, сейра. Тули буржуа он ле пандра. Мы повесим всех буржуев. Вот. Вот такая вот песенка веселая. Это вот у нас сейра. Я сразу же, виво ля либерте. Виво ля либерте, да. Вот. Кстати говоря, ля либерте, вы упомянули Лагранжа. Лагранж, вообще-то говоря, был итальянец. Он из своей бедной Италии собрался поехать в Великобританию. Там настоящая наука. И он отправился через Францию туда. А во Франции он встретил какого-то кюре итальянца, который решил его угостить, так сказать, итальянским обедом. Шахнуть по душе. Вот. А как ни странно, в Италии, оказывается, используется в приготовлении пищи касторовое масло. Сейчас почему-то никто не знает, что такое касторовое масло. А в мое время хорошо было известно, что это такое ошеломляющее, слабительное. А сейчас он называется рациновое еще аналог. Рациновое масло в Украине, по крайней мере. Но это касторка по составу, то же самое. Понятно. И вот, значит, если это касторку хорошо прожарить, касторовое масло, то оно теряет это замечательное свойство, слабительное. Ну, вот они, якобы, итальянцы используют это в приготовлении пищи. Ну, ему приготовил он так шикарный обед на касторовом масле. А прислуга была французская. Прожарить, наверное, как следует не сумели. Ну, и после этого шикарного обеда у Лагранжа такое вот стойкое расстройство работы кишечника. После чего он застрял во Франции, стал французским академиком. А он не просто застрял, Борис Сергеевич. Он работал даже в Берлине, в Берлинской академии. То есть у него был период, как и у Эллера, у Лагранжа, Борис Сергеевич. А, нет, я прошу прощения. Его звали работать в Берлин, по-моему, а он отказался. Хотя, что интересно, сам Фридрих, король, разговаривал на французском. Русский король. Но я имею в виду Фридрих Второй, Борис Сергеевич, если не ошибаюсь. И Фридрих Великий. И Фридрих Великий, и Фридрих Второй, по-моему. Они оба говорили на французском. Кто там коллекционировал философов-то? Вот у него там жил этот... Вольтер. Вольтер, у него? Да, у него. Великий безбожник. Сан-Суси. Да, Сан-Суси, да, Сан-Суси. Сан-Суси, да, вот, так вот, значит, он что же натворил-то? Да, и он, когда революция случилась, там положено было всем иностранцам покинуть, значит, Францию. Ну, а ему сказали, ну какой ты иностранец, ты уже наш, все, оставайся. И он остался во Франции. Кстати говоря, если вы помните, тоже великий химик Лавуазье в наших старых советских... Да, в старых советских учебниках был такой закон сохранения вещества Лавуазье, так он назывался. Вот, так вот, значит, на всех картинках Антуан Лавуазье с таком, значит, вот, воротником широким, расстегнутым, да, изображен. А рядом с креслом стоит его жена. Они, кстати, вместе с женой занимались химией, а кроме всего прочего, он был очень удачливым биржевым спекулянтом. И в тот момент, значит, когда была диктатура, вот эта, якобинская диктатура, добрались до биржевых спекулянтов, диски, все зло от вас. И ему отрубили... Да, вот это вот расстегнутый воротник, это как раз вот эта процедура отрубания головы, вот это нам художник напоминает. Борис Сергеевич, а там все насчет... Какой-то эхо от меня нормально сейчас слышно, да? Все слышно, меня было слышно нормально. Там была цитата, палачу достаточно было мгновение отрубить такую голову, но понадобится столетие, чтобы... А вот тут появилась такая же, насчет ла... Алло, алло, Борис Сергеевич. Все, вы вернулись, вы вернулись. А это просто мне входящий, я же стримлю с мобильного, и я, ну, перебью, я сейчас опять стримим. И хотелось бы еще упомянуть, Борис Сергеевич, как же нельзя забыть Андре-Мари-Ампе, наш великий также, физик, математик. Он, кстати, очень быстро прочитал детскую энциклопедию много в отрочестве, потом ему нанял. Он из знатного рода был, ну, достаточно состоятельный. Отец ему нанял репетитора, и он приходит, говорит, ты знаешь, что-то у него задал вопрос, он говорит, нет, зато я могу интегрировать, сказал Ампера. Ну, закон Ампера также изучается, да, же, в элементарной физике, в том числе. Ну, да, 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 взаимодействие проводников с током, это все, и определение этого Ампера, единицы тока тоже от него. Саади Карно, Борис Сергеевич. Ну, это уже 19 век, да, назван он, кстати, был в честь персидского поэта, да, Саади, это не французское имя, это персидское. Ну, да, такая этимология. И по поводу Ампера Сергеевича, ну, мы не можем не упомянуть, и сразу маленько лаверды, зрители там могут накидать, а почему вы того не упомянули, того не упомянули. Мы сами придем в свой вектор, мы понимаем, что мы всех не можем упомянуть, мы такие, ну, на наш взгляд, основополагающие фигуры затрагиваем. Особенно вот, ну, необходимо, на мой взгляд, упомянуть Михаила Васильевича, нашего соотечественника. Ну, куда ж без него-то, конечно. Первый, по-моему, русский по национальности академик, да, но он считается, на самом деле, не русский, он этот самый помор, помор, это не русский. Да, первый, ну, нет, да, Марканки, теперь, говорят, другая точка, нет, он не помором был, он все-таки был русским. Борис Сергеевич, первый русский был сподвижник Петра, инженер Нартов, если не ошибаюсь, Андрей, он был тоже в академии, да? Он был членом, да, он был действующим академиком тогда, созданный Петербургский академик. Тогда, да, тогда он не первый, но первый, который у нас попал в учебники, по крайней мере, Михаил Васильевич Замоносов. Этот произвол, в кавычках, творил Шумахер со своей бандой, своего рода. Ну, вы напрасно так преувеличиваете, дело в том, что за Ломоносовым тоже есть много чего произвольного. Да, есть, 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 есть. В пропуске истории, например, он там писал то, что нравится матушке императрице, писал, что вот у русских испокон века были каменные дома, ну, не было каменных домов испокон века, церкви каменные только строили, да? И то там одна дверь, и то только в крупных городах церкви каменные могли себе позволить, а так деревянные были церкви, ну, ну, он лепил, что хотел, горбатого. Борис Сергеевич, а, кстати, интересный момент, когда он учился у профессора Вольфа, тогда известного европейского ученого в Марбурге, и он рецензировал работу его, Ломоносова, о тепле. Ну, так она, по-моему, вы лучше знаете, безусловно, сам Эллер. И Эллер написал действительно хороший отзыв о работе Ломоносова. Значит, у Ломоносова была такая концепция, далеко идущая, о том, с чем связано тепло. Значит, тогда считали, что это вот теплород. Теплород и флагинстон, Борис Сергеевич, я добавлю. Флагинстон, да. Да, по-латыни флагинстон, по-нашему, теплород, который такая проникает через все поры. Вот вы чайник поставили на огонь, и она от огня проникла в чай, и она имеет свойство кислоты, и поэтому чай, не чай, чайник, вода обжигает. Вот вода немножко остынет, теплород выветрится, и вода перестанет обжигать. Вот кислота ушла из нее. Вот такая была сумасшедшая теория. А сам-то он считал, что вот если речь идет о теплоте твердых тел, то там и речь идет о вращении молекул. Вот молекулы не вращаются. Это, конечно, ошибочная была точка зрения, потому что молекулы там не вращаются, а скорее колеблются. Вот, ну вот он так вот полагал. И была ему заказана работа, матушка императрица, естественно, работа была по поводу того, что нужно сделать, чтобы приумножить население российское. Что мешает приумножению населения российского. И вот он там, в частности, осуждал посты, когда пост, говорит, заговенье, значит, все перед заговеньем обжираются. Пик смертности. Заканчивается пост, все начинают есть. Опять объедаются, опять пик смертности. И самое интересное отметил, что касалось теории теплорода, это говорит о том, что, говорит, священники зимой, они крестят детей в крещенской воде. И получается двойная выгода. Вот они его окрестили в крещенской воде, а потом он умирает от простуды. На ледяной воде они его искупали, он умирает от простуды, опять, значит, тут отпевание, 9 дней, 40 дней. Сплошной бизнес, ничего личного, да? А ссылаются священники на то, что нельзя нагревать воду, потому что по канонам святую воду нельзя разбавлять. Значит, нельзя, а это бы флагистон добавляете, нагревать нельзя. Вот, ну, короче говоря, в силу того, что флагистона нет, надо, говорит, обязательно нагревать. Это, говорит, снизит нам смертность вот этих родившихся зимой детей. Борис Сергеевич, я хотел бы добавить насчет флагистона. Может, многие не знают, это тоже такой интересный момент. Но Ломоносов первый конструктивным образом доказал его отсутствие. Это он еще, будучи студентом у Вольфа тогда в Марбурге, тогда лекции по химии ему преподавал необязательный, так называемый, профессор Конрадий или Конрадий, может, вы слышали. И он утверждал, что вот только флагистон поддерживает горение, а Ломоносов зажигает свечку и, говорит, и накрывает ее стаканом. Все, говорит, где же флагистон, который поддерживает? Он же везде всепроникающий. То есть без кислорода, конечно, перестает со временем быть горение. И таким образом он тогда уже показал, что флагистона нету, понимаете, тогда у Конрадия. Вот любопытный момент насчет Михаила Васильевича. И хотелось бы ответить, вы сказали, да, купание. Сам по себе Михаил Васильевич в 1765 году умер от пневмонии, от весенней простуды, которая переросла в воспаление легких. Вот таким вот образом. Борис Сергеевич, кого еще нам следует, в принципе, в принципе, наш славный 18 век, не забыть, скажем так. Да, но мы далеко не все заслуги Михаила Васильевича перечислили. А, ну да, да. Там и изобрел даже, так сказать, маленький такой, сейчас бы это назвали, как это, беспилотный, БПЛА он изобрел. Назывался БПЛА, ну, в общем, сказать, вертолет. Он у него должен был подниматься на некую высоту, чтобы там, значит, температуру, скажем, измерять. По-моему, он не летал, потому что у него, ну, там механический прибор, механический, вращается, и он взлетает. Он у него взлетать взлетал, но не знаю. Борис Сергеевич, сие факта я не слышал о Михаиле Васильевиче, честно говоря. Есть, 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 даже это в музейных экспозициях он есть. Век учись, век живи или наоборот. Век учись, и дураком помрешь, да, это я знаю. Вот, это вот было такое дело. Борис Сергеевич, знаешь, что есть? Чистую трубу он придумал. Это была труба, испорченная на, как это, хроматическую аберрацию. И поэтому в ней все тела казались немножко окрашенными. Ночью смотреть я не знаю, а вот если где-нибудь в полярных краях, где все белое, белый снег, белые льды, белые все, покрыт снегом. Вот там как раз вот эти вот стыки, вот между этими белыми телами, в такой неисправленной на хроматическую аберрацию оптике, они как раз хорошо видны были, да. То есть она находила практическое применение его ночезрительная труба. Просто плохая труба. Вот русские всегда что-нибудь такое изобретают, что-нибудь плохое. Борис Сергеевич, известный как автор Оды на взятие Хотина, да, или Хотина. Вот я вот запамятовал, Борис Сергеевич. Хотина, по-моему, да. Хотина, да, когда выбили Оды на взятие Хотина. Ну вот сразу цитата. По поводу солнечного затмения, по-моему, у него там было. Открылась бездна звезд полна, звезда мне отсчет и бездна дна. Это, по-моему, там что-то тоже какое-то событие было. Дерзайте ныне ободренный, рачением ваших показать, что может собственных Платонов и быстрых разумов-нефтонов российская земля рождать. Борис Сергеевич, а вы помните еще, да, у них же тогда был еще тоже очень такой склочный спор между Сумароковым, им и Тредиаковским. То есть кто все-таки автор первого, там, скажем так, системного русского стихосложения, Борис Сергеевич. Ломоносов продвигал, если не ошибаюсь, Ямб, да, но могу ошибаться. А кто Хорей, по-моему, Тредиаковский. Ну ясно-таки, это я, надо все гуглить и шквал критики ждем. Как мы не бились, Ямб от Хорей не мог он отличить. Не мог он отличить, да, Евгений Онегин, наш великий. Борис Сергеевич, тогда что у нас еще? А, а по поводу атмосферы на Венере, это же тоже, по-моему, заслуга Михаила Васильевича? Да, заслуга Михаила Васильевича, но ее сказать все время под сомнение, что при наличии той оптики, что у него была, он бы не мог ее разглядеть. Но я боюсь, что у него была плохая оптика, благодаря которой он это разглядел. Ну да, может быть и так, Борис. Да, потому что она окрасила эту дужку. Это он даже, по-моему, демонстрировал Шувалову, когда он его навещал, то есть фаворит Елизаветы. Но демонстрировать он не мог, это было как-то одноразовое прохождение Венеры по диску Солнца, он ее с балкона. Не, не, я не за атмосферу, я вообще за астрономические вещи, то есть когда Шувалов его навещал, Борис Сергеевич. Ну, Шувалов был, да, большой деятель в области науки и, в общем-то говоря, создателем Московского университета. Ну, понятно, все числут Ломоносова. Ну, конечно, конечно. Ну, Шувалов был, так сказать, ответственный за организацию Шувалов. Ну, да, да. Шувалов как чиновник, вот он его организовывал. При Елизавете Петровне. Да, при Елизавете Петровне. Кстати, удивительный был устав, он так вот рядом с памятником Шувалова, перед библиотекой фундаментальной МГУ, там, значит, вот этот устав на, ну, как это, на бронзовом памятнике есть. И там, чтобы принимать туда независимо от, как это называется-то, от сословия. То есть, он был не сословный университет. Я не думаю, что там много было крепостных крестьян, но, тем не менее, устав не запрещал этого. По крайней мере, если выходец из мещан, он там мог учиться. Да. Помните, Борис Сергеевич, на какие хитрости пришлось ему пойти, чтобы поступить в славяно-греко-латинскую академию? То, это, назвался то Поповим сыном, то... Ну, да, там, в общем, достаточно загадочно. Ну, или, может быть, такие просто были справедливые преподаватели, видят умного человека. Ну, да ладно, пускай учатся. Потому что он не мог к ним не попасться-то, в конце концов. Ну, да, конечно, конечно. Что тогда, Борис Сергеевич, прыгаем в 19 век? Да, прыгаем в 19. Ну, тут сразу... Да, у вас вся современная физика началась в 19 веке. Наверное, классическая физика практически там почти вся и закончилась. Ну, да. Был этот мир глубокой тьмой окутан. Да будет свет, и тут явился Ньютон. Да, Сатана недолго ждал реванша, пришел Эйнштейн, и стало все как раньше. И стало все как раньше. Борис Сергеевич, тут, с моей точки зрения, необходимо отметить, безусловно, если из наших соотечественников, это соотечественников, ну, с математической точки зрения, я уж позволю, такой карт-бланш. Это гениального Николая Ивановича Лобачевского. Это, кстати, сразу же зарапортовался, скажем так, мы в 18 веке, но он плавно перетек у нас в 19-е, это король математики Карл Фридрик Гаусс, мы тоже его не можем не упомянуть уже в связке, он пойдет с Николаем Ивановичем Лобачевским по результатам неэвклидовой геометрии. Значит, это наш соотечественник Михаил Васильевич Астроградский, ну, в аспекте математики, конечно же. Потом Пафнутий Львович Чебышев, потом Марков Старший. Так, кто у нас еще? Ну, мы все-таки не о результатах, мы говорим об интересных событиях и жизни. Вот насчет Николая Ивановича Лобачевского. Он тоже был из достаточно бедного сословия, их было трое детей, мать пристроила их в гимназию, да, в Казани. Все-таки, как-никак... Любопытный момент, Борис Ильич, когда 7-летнего Лобачевского, то есть среднего брата, принимали в гимназию в том числе, ему задали вопрос, одна труба наполняет бассейн за один день, вторая за два, третья за три, четвертая за четыре по отдельности. За сколько времени они наполнят, если будут работать одновременно? И Лобачевский, 7-летний, не придракиваясь, согласно легенде, к мелу, решил это в уме. То есть, там 11 часов 52 минуты выходит. 7-летний Лобачевский уже тогда свои способности он показал. И, конечно же, потом в дальнейшем приглашенный преподаватель, то есть наставник тоже Гаусса, Бартельс, очень отмечал, хоть и своенравный нрав Лобачевского, он там прыгал через преподавателей на спор, через спину. Его могли исключить энное количество раз за его атеизм. Ну, все-таки, как-никак, он был сторонником Вольтера, чтил. Ну, безусловно, Борис Сергеевич, их тройка, да, создатели неевклидовой геометрии, это Лобачевский, Гаусс, хотя Гаусс не публиковал свои результаты по неевклидовой геометрии, боялся так называемого крика биотийцев, да, чтобы шквал критики все-таки на него не обрушился. И гениальнейший мадьяр-венгер Янаш Бои, вот хотелось бы отметить, ну, там по-разному он произносится, там и кратко, некоторые выпускают его фамилии, и кратко, но я вот привык так вот, Бои-яи почему-то, вот для меня именно. Его труд, как дополнение к труду отца Фаркаша Бои, это аппендикс, да, то есть приложение. И долгое время он над ним работал, ну, все-таки вот пятый постулат Эвклида возвращаемся, как мы в первой записи было. То есть это отход от пятого постулата Эвклида, то есть видоизмененная его форма, да, то есть что через точку, которая лежит вне прямой, можно провести бесконечное количество параллельных прямых, то есть которые не сопрягаются с данной, вот таким вот образом. То есть пришлось положить, видоизменить, это двухтысячелетний камень преткновения Эвклида, да, который не такой уж тривиальный. И вот я... Изменили они его для того, чтобы, значит, доказать от противного этот постулат, да? Так называемый метод, метод от абсурдум, да, как на латыни он звучит, да. И я вот когда читал аппендикс Яна Шабои, кстати, издательство Академии НОК СССР, ну, на русском языке, меня он впечатлил, безусловно, своей максимальной лаконичностью и строгостью, что я тоже приверженец этого, то есть максимально употреблять квантеры, но тогда он, тогда не было как таковых квантеров, да, там, существования, общности, а именно максимально сжато, то есть много чего опускается, Борис Сергеевич, ну, на понимание зрителя, читателя, да. Мне этот стиль очень приемлем, то есть вот именно стиль изложения Яна Шабои. И он, кстати, страдал очень сильным психическим заболеванием, то есть он был офицер сам по себе, ради, скажем так, чтобы, ну, прокормить себя, он закончил военную академию, и он был эпизод в его жизни, что он вызвал за день на дуэль 12 офицеров, настолько он был вспыльчивый. Только он попросил условия чуть-чуть между дуэлями играть на скрипке, чтобы отвлечься, Борис Сергеевич, и такое было у Яна Шабои. Но до конца не мог поверить, что даже Гаусс, который в поле на нем отзывался, что он прикрылся именем Лобачевского, выдумал Гауссу Лобачевского, он не мог поверить, что существует такой, который на два года, 1835, там период 1835-1837, Вестник Казанского университета, тогда было опубликовано. Первое, да, первое, она потом трансформировалась в воображаемую геометрию, которая трансформировалась потом в пан-геометрию, так называемую уже, потом она довершила воображаемую геометрию. Вот как-то так, Борис Сергеевич, интересные факты. Кстати, Борьей считает, что после этого сошел с ума. Верный признак сумасшествия, что он начал учить русский язык, чтобы учить Лобачевского, хотя Лобачевский писал по-французски. Это как-то было загадочно. То ли что-то перевирают, то ли что-то еще. Кстати, он был выдающийся администратор, подсидел своего предшественника, внука знаменитого Магнитского Леонтия, тоже Леонтия Магнитского. Леонтий Магнитский, это автор книги «Арихметика». Арихметика. Так сказать, научно-техническая там была собрана. Для 18 века человека. И он подсидел его, тот был ректором, а он его подсидел, стал вместо него ректором, и он возглавлял постоянно строительный комитет. А постоянно строился у них этот университет, и он ни разу не попался на взятки в строительном комитете. У него были случаи просто вопиющие в 25-м году, это как раз год, когда было восстание декабристов, это, по-моему, в октябре или в ноябре, у него был такой инцидент. Было построено здание, учебное здание, новый корпус был построен, и рабочие из фабрики, из этой самой, как это называется, ну, от стеляра Белодеревца мебель принесли. Это чертежные доски. Значит, стол с чертежной доской. И они их принесли, и уходя, значит, а там красивые балясины были, и по этим балясинам чем-то там и сломали чего-то. Он стал с ними разбираться, а они кто? Они молчат. Он посадил их в стул. Это значит, стул с вынутым этим самым сидением, и вот он врезается в ноги, и рано или поздно человек начинает говорить. И вот, значит, ему из этого стула сказали, кто это сделал. Он его высек. Вот. И после этого был скандал. Это были чужие крепостные, которые были даны на работу вот этому самому, значит, мебельщику. Вот. Был скандал, дошло до Петербурга. Но в Петербурге как раз в это время случилось вот это восстание декабристов, и про это дело забыли. Пропустили это дело. Но тем не менее... В Декабрии Павказе, да? А, да. Тем не менее, в энциклопедии этого самого Брагауза и Фрона, там, в его карьере написано, что деятельность Лобачевского на посту ректора была пресечена. Так вот именно, пресечена. Почти как уголовная деятельность пресечена. Значит, и причем очень хитрым способом. Там, значит, если человек много лет занимает пост ректора или профессора кафедры, нужно было писать отношения в Петербург. В Петербурге там был Казанский учебный округ. И вот в этот Казанский учебный округ, а там должны были утвердить. И вот написали письмо, одним письмом и Лобачевского, и одного старого профессора. На профессора ответ пришел, а на Лобачевского не пришел. И он стал просто дачником, купил дачу и стал там жить. Разводил каких-то необыкновенных овест тонкорунных. Эти овцы, шерсть, получила серебряную медаль на выставку в Петербурге. Он там посадил кедры сибирские у себя. А уже после его смерти, во время Великой Отечественной войны, в одном из сараев дачи Лобачевского сделали небольшой авиационный заводик. Там делали вот эти вот самолеты ПО-2, Поликарпов-2. Пропеллеры делали как раз из тех самых кедров, которые профессор когда-то посадил. В другом сарае был небольшой артиллерийский ремонтный заводик, пушки ремонтировали. А в третьем сарайчике был небольшой танковый заводик. Вот такая была скромная дача профессора Лобачевского, где в трех сараев был три завода в войне организованном. в общем, он был мощный. Там вот подплываешь к этому, подходишь на теплоходе к пристани, пристань называется Козловка. И вот там на берегу стоят самолеты, пушки и танки, которые были построены или отремонтированы в сарае дачи профессора. Вот так вот. Ну, Борис Сергеевич, на мой взгляд, я помню по ЖЗЛ, ссылка на ЖЗЛ откуда. Это вообще-то имение было, а не дача, я так считаю. Да, имение, конечно, имение. Там музей сейчас Лобачевского, да, имение, конечно. А вообще, конечно, он... Ну, да, да. Вообще-то он, конечно, под конец жизни ослепил. Да. Печально. Да, много детей у него было, то есть, ну, и хотелось бы еще отметить вот насчет нашего тоже соотечественника гениального Михаила Васильевич Астроградского. Он все-таки выходец скажем так, с Харьковской губернии, и его отец хотел отдать в гусарский полк. Он был колоссально таком мощного телосложения, Михаил Васильевич Астроградский. Ну, поступил в Харьковский университет, блестяще закончил. И, правда, диплом ему не выдали там, ну, там есть свои моменты, там, за его взгляды. Потом он поехал во Францию, и там проявил себя блестяще, конечно. На тот момент Франции это был, скажем так, мягкоматематической мысли тоже. Тогда был Безу, это Агистон Луи Каши, кстати, который рецензировал работу гениального Эвариста Галуа. Вот, необходимо его упомянуть тоже. один из создателей безусловно теории групп. Ну, как-то так, Берри Сергеевич. И давали напутствующие слова будущим, как бы, говорится, исследователям становись как Астроградский. Он все-таки потомок тоже выходец Запорожских казаков, то есть династия у него оттуда он, то есть, вот как-то так. И по Петербургу он бегал за каретой. Подожди, сейчас я тут не дописал. И такое было, говорят, есть легенда насчет Астроградского. Ну вот, очень искусный малый, вычислений бесконечно малый, как о нем дали характеристику. По-моему, дал ему, если не ошибаюсь, Каши дал о нем такую характеристику, рецензию. Очень господин искусный. Как-то так. Да. Борис Сергеевич, кого там еще нам необходимо? Ну, как-то вот анекдотов про этого самого, про Максвилла, я не знаю, анекдотов. А, нет, я хотел вам дополнить, если вы позволите, насчет Джеймса Кларка Максвилла. Он же тогда учился в громком, такое название было, средняя школа, академия целая, шотландская академия, не университет, академия, хотя это было среднее образование полное. И тогда ему не давалось зубодробительная латынь обязательно. И он там, чтобы сентенции он там по цветам запоминал, то есть аналогии, то есть такая вот мнемоническое правило, чтобы латынь высоморить, как-то так. Всю жизнь он прожил потом в своем имении шотландском, если я не ошибаюсь, как оно, глин, как-то безусловно на букву Г глин запамятовал, Борис Сергеевич, старею. Как-то так. Он был шотландец? Он был, да, он был шотландец, да, конечно. Он, как и Дарвин, по-моему, тоже вот он очень любил собак, то есть Дарвин вообще в любую погоду гулял с собакой по воспоминаниям, дождь не имеет значения. И кого, кроме создателя, безусловно, электромагнетизма нам необходимо упомянуть еще Борис Сергеевич? Дарвина правильно вы упомянули. Дарвина такая необычная фигура. Мы же поставили фильтр только физики и математики, или мы можем отклоняться? А, ну ладно, ну в общем как-то Дарвин, ну ладно, не будем. Борис Сергеевич, если всех освещать, нам надо днями говорить. Не будем, Дарвина трогать, не будем. Не будем. кто там еще, безусловно, это, ну конечно, это Герман Минковский, один из тоже создателей матаппарата для ОТО. Кстати, Герман Минковский, Борис Сергеевич, он был преподавателем у Альберта Эйнштейна в Сюрисском политехнику. И когда вышла статья в 1905 году к электродинамике движущихся тел, Минковский был приятно удивлен, он не мог поверить, к электродинамике движущихся тел. А по-моему, а мне что-то к электродинамике движущихся тел, по-моему. Лучше вы перегуглите, Борис Сергеевич. В мое время была такая тема электродинамики движущихся сред. Ну, я, 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 Борис Сергеевич, пускай зрители проверяют, кто прав. Борис Сергеевич, предадут меня анафеме. или... Да ладно, анафеме предавать, за что там, Господи. Без подготовки, неподготовленные вещаете тут, Борис Сергеевич. Ну, а что делать? Ну, не хотят, не хотите, не смотрите. Борис Сергеевич, наверное, стоит упомянуть также, если уже такой момент, безусловно, это гениальный Римман, Бертгард Римман, и, кстати, известная гипотеза Риммана, она входит в список проблем тысячелетий от зета-функции, да, о нетривиальных нулях зета-функции, то есть, это одна из проблем тысячелетий, уже 150 лет не могут ее к ней, скажем так, ее доказать, поэтому она включена также, то есть, теория чисел, да, ну и связь с ТФКП, конечно, а потом, ТФКП, теория функции комплексного переменного, ну вообще-то, да, комплексного, да, потому что, как говорят, в среде комплексный бывает обед, а у нас число комплексное, они потом начинают и обед комплексным называть, математики шутят, да, Борис Сергеевич, Борис Сергеевич, и еще Левичи Вита, конечно, который также участвовал в разработке, точнее, мат-аппарат использовался, да, там же идет тензор кривизны используется, Борис Сергеевич, потоки Ричи, и потом используется, ну там, Ричи Кубастро имеется в виду, да, кого еще? А из физиков, ну, наверное, Эрнст Мах, ну, на мой взгляд, он не настолько может заслуживать, Борис Сергеевич? Он вполне заслуженный человек, Эрнст Мах, и до того заслужен, что он даже попал как философ, и, в общем-то говоря, как раз так, критика Ленина, ну, у нас он известен благодаря работе Ленина этой самой «Материализм империи и критицизм», что, дескать, вы все неправы, вот, все не так, а на самом деле вот это вот, Эрнст Мах, наверное, один из первых уловил вот эту вот суть, суть кризиса в физике на стыке веков, о том, что материя как бы исчезает, ее в том, принятом до этого виде, ее просто нет. Но сейчас это кажется непонятно, о чем сразу не догадались. Вот атом, что такое атом, что он, из чего состоит? Вот там камушек, какое-нибудь ядро, оно состоит из атомов, вот поэтому оно и камушек, поэтому оно и там ядро, шарик, а сам по себе атом что такое? Он же не может быть таким же, из чего-то сплошного состоять. вот это так вот сейчас логически понятно, что тот вот уровень субатомный, да, как говорится, он принципиально другим должен быть. Он и есть принципиально другой, только он нам непонятный вот на таком, на бытовом уровне, потому что они, они слишком маленькие, они нами не воспринимаются, не ощущаются ни в каком смысле. Там же длина волны света оптического гораздо больше, чем эти тела, они просто невидимы в принципе. Вот, они нам просто никак не понимаются. Такой вот момент. Ну там же Борис Сергеевич, 19 веке следует упомянуть уже модель Томпсона, а Путин... Да, 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 модель Томпсона, да, это последнее, скажем так, квази-классическое модель атома, которое еще воспринималось всерьез. А потом все пошло во всем, все уже. Модель Резерфорда уже четко не могла существовать просто в классическом мире. Я боюсь, что Резерфорд просто плохо знал электродинамику, что он ее предложил. Если бы он хорошо бы знал, хорошо бы она была у него в голове, он бы ни за что бы не такую ахинею не предложил бы, да, потому что электроны должны двигаясь вокруг атома излучать. В каком? Ядра атомного. Они не излучают. Ну так что поэтому, да. Ну да, там же потом Копенгагенская модель, да, Борис Сергеевич? Тоже не особо. Кокцепция, Копенгагенская коакцепция квантовой механики. Кстати, вот судьба сыграла злую шутку. В принципе, говоря, было два подхода для описания квантово-механических явлений. Это один подход был подход Пауле, он основан был на матрицах, он был абсолютно ненаглядный. А другой подход был вот это вот уравнение Шретингера. Оно более-менее наглядное, и главное, что уравнение получается волновое, и вообще публика вот только его и восприняла. Вот любой школьный курс, если там до этого дела доходит, курс, ну, институтский общий курс физики, там обязательно волновая функция, ну, все понятно, дифракция, интерференция, отсюда все понятно, это же понятно все. Вот, но интересно, что функция-то волновая, она, как вы говорите, комплексная, что это такое-то? Вообще физики, это отнюдь не лучше, чем эти матрицы. Ну, конечно, То есть, в принципе говоря, понятно, что тот субатомный мир нам, в принципе, не понятен. Мы можем только описать и посчитать. Вот в этом-то и смысл Копенгангельской концепции, что нам не дано судить о том мире ничего. Ну, конечно. И в какой-то момент появилась еще концепция, значит, мультивселенных, да, вот, но она, 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 конечно, это была, ее сейчас держатся, знаете, некоторые физики, теоретики, просто для облегчения своей души, потому что эти мультивселенные никак обнаружить нельзя, что каждое мгновение, значит, все в мире одним путем идет, вот сколько этих случаев, квантовых явлений, вот, а в другом мире это чуть-чуть по-другому пошло и все, и так далее. Считаю, сколько сейчас миров уже существует, там, 10 в какой-то степени жуткой. серьезно, потому что это нельзя проверить, да? Насчет, вот, из биографии Нильса Хенрика Давида Бора, интересный факт, он и его брат, математик, Мартин Бор, они оба были футболистами, Нильс Бор был вратарем, и по воспоминаниям Мартина, который, кстати, играл за сборную Дании, Нильс, ну, был таким, из рук вон плохо вратарем, но играл, как играл, как бы, вот таким вот. А кто был вратарем-то, Нильс был? Нильс был вратарем, а Мартин Бор был нападающим, и даже, если не ошибаюсь, играл за основной состав сборной Дании по футболу. Так, так, так. А Нильс был, ну, в резерве, да, ну, это было их такое страстное хобби, а по поводу Паули хотелось бы добавить тоже любопытный факт, да, Паули стал набирать лишний вес, и на одной, с конференцией, где-то, или встречи, получается, Поле, Адриен Морис, Дирак сказал ему, точнее, Паули переспросил у Дирака, можно ли мне положить, сколько мне сахара можно положить, чашку с кофе, а Дирак подумал и сказал, думаю, что одну, и потом так задумался, я думаю, что одна достаточно будет для нас всех, то есть его упорядоченность, очень сильный центральный порядок вещей Дирака, то есть, вообще для меня он больше математик, конечно, он должен был, ну, на мой взгляд, быть математиком по своему складу, и что интересно, Борис Сергеевич, вот у Дирака тоже как-то была там у них встреча в кафе, и сказал кто-то, вы знаете, очень много в последнее время среди физиков рождается, ну, у физиков детей девочек, наверное, что-то в воздухе кто-то сказал, ну, в шутку, а Дирак подумал, подумал и так добавил, или в воде, то есть, полная замкнутость, то есть, ну, закрыть систему, понимаете, Борис Сергеевич, что свойственно вот ему, я думаю, что вот именно по силе интеллекта, вот где-то Дирак, ну, я не могу судить там, ну, и Ландау, конечно, их строгость просто, ну, для меня одна из таких показательных, Борис Сергеевич. Понятно. Так, а кому мы переходим, я думаю, что необходимо перейти все-таки так, и, наверное, еще парочку слов про этого самого замечательного Нильса Бо расскажу. Когда они с братом Мартином были детьми, их мама возила по Кемпенгагену до трамваи, я рассказывал им про Кемпенгаген, они сидели, смотрели в окна, а у них в обоих, вы помните, у них аденоиды в прошлом возрасте, они все время сидели с открытыми вертами. И вот дебил какой-то, Борис Сергеевич? И сказали матери, у вас сын типа дурачок, я это помню, да? Ну, они, да, не то, чтобы типа дурачок, вздыхали, говорили, бед, несчастная мать, да? Несчастная мать, да? Сидят, глупыми глазенками, смотрят, она им там разрывается, рассказывает там, да? Вот это здание такое, это здание такое, в этом здании было то-то, в этом то-то. Вот это вот. И вообще, он был немножко действительно чудак, когда он приехал в Лос-Аламос, а был как раз выходной день, они все катались на лыжах, там где-то был лыжа, а он же вообще с севера тоже, у кого-то попросил лыжи и даже забыл отдать. Ну, то есть, какой-то такой был левый человек. Может, стоит помянуть Энрико Ферми, Энрико Ферми, помянуть. Он экспериментатор, он из наших. Ну, это 20 век, а мы еще хотели быть там. А, мы еще не съели 19-й. Ну, давайте доедем 19-й. Там необходимо также упомянуть. Да, давайте доедем. Кого-кого? Там сразу и Лебедев, безусловно, и Лебедев, и Александр Михайлович Столетов, да, Борис Сергеевич? И Столетов, да, и Лебедев. Да, то есть, и Лебедев, наши соотечественники. И, конечно же, ну, на математике, и Дедкинт, и Кумер, ну, там Кумер вообще не мог даже перемножить два числа, то есть, там ему спрашивают 7 на 9, он говорит, сколько у студентов там 7 на 9, ему говорят 61, да, 61. Ну, прикал над ним студенты, нет, нет, да, точно 66, с Кумеров, говорили об этом. Ну, как-то так. Чего ж у него так было плохо-то? Борис Сергеевич, ну, говорят, Эйнштейн вообще сдачу не мог посчитать, и такое было. Ему говорили, ну, что же вы, дедушка, так? Ну, все теория относительности, ему тут сдача-то не важна, относительно, да, там. Борис Сергеевич, ну, там, конечно, и Лоренца можно вспомнить на вашем поле, да, поиграть, то есть. Да, да, Лоренца. Я про него анекдотов не знаю. А, про него нет, я тоже не знаю, кстати. Не знаю про них анекдотов, вот они никто... Ну, тогда, заходим на 20-й и сразу же прыгаем на Альберта Эйнштайна. Ну, давайте напрыгнем. Ну, на мой взгляд, конечно же, в моем топ-5 делит первое место с Перельманом. Ну, это... он был, он был, скажем так, знамя новой физики, скажем так, да? Борис Сергеевич, я не знаю, вот я вот задаю вопрос себе всегда риторический. Действительно ли вот гении рождаются? Вот действительно ли вот такие вот люди это... это не от мира? Я вот... Нетрудно... Ну, как? Ну, вот как? Вот для меня это сложный вопрос, Борис Сергеевич. Я думаю, вот что-таки, как бы не трудиться, все равно где-то есть потолок. Ну, выше ты не прыгнешь, ну, можно бы там иметь запас огромной эрудиции, да? Ну, а вот синтез, вот это, именно вот эти процедуры интеллектуальные, для меня они, ну, запредельный уровень. Я всего лишь работник в области, потому что математики, это Перельман, это Эйлер, Гаусс, кто я такой? Как бы, ну, вот как-то так, я не знаю, Борис Сергеевич. Ну, да. И, ну, там, конечно, много интересных историй, как он не носил носки, давал боготорительные вечера, там, игры на скрипке, известный скрипач, там, да? Ну, то есть, как-то так. Да. Долго не могли ему присудить Нобеля, да, Борис Сергеевич, пока в основании фотоэффекта, за ОТО и СТО даже не присуждали. Да. Между прочим, вот одним из последних физиков, классиков, экспериментаторов, был Абрам Федорович Йоффе. Он это делал. Ну, это патриарх. Да, патриарх, но он был вот, он работал в Мюнхене вообще в ту пору, то это они потом все оказались в нашей стране, а так он в Мюнхене работал, и вот последние эксперименты, которые были связаны, так сказать, с классической физики, на стыке классической физики, квантовой физики, уже, так сказать, подтверждающие, так сказать, квантовость, излучение, там, скажем, рентгеновского излучения, вот, квантовый характер. Ну, это все, вот он там находил в этих экспериментах своих такие вот вещи делал. Он, кстати, был, если не ошибаюсь, также наставником Петра Леонидовича Капицы, то есть, когда он учился, Борис Сергеевич? Ну, вообще, вот, по крайней мере, он был наставником Курчатова, а вот Петр Леонидович Капица, он ведь был, в основном, то британский физик. Он, Харитон, Юли Харитон, это все были британские физики, которые там, значит, вот, занимались физикой в лаборатории Резерфорда, ну, а потом, значит, а? Кавенгивская лаборатория. Да, 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 потом загадочным образом оказались в Советском Союзе. Да, образ не очень загадочный, но неприятно, конечно. А? Да. Не выпустили все, оборудование... Да, не выпустили все, обманули их, да, уговорили поехать без гарантийного письма, который... Там у них был порядок, они раньше ездили, ну, значит, этот самый... Их Резерфорд обращался к министру иностранных дел, министр иностранных дел списывался с советским иностранным министром, советским наркомом и дел, и тот давал ему гарантию, что вот эти люди с каникул вернутся. Ну, а в этот раз, да что ты, ладно, поезжая, их уговорил Фишер. Тот самый Фишер, который при аресте назвался полковником Рудольфа Мабелем. Тот знаменитый Фишер. Вот, он их уговорил поехать, и они здесь все отсюда, их не отпустили. Купили лабораторию для них, занимайтесь, делайте. в ту же пору, значит, вот, между прочим, это был где-то, то ли летние, то ли весенние номера журнала научно-популярного, там была статья Юлии Харитона и Зельдовича об уране, об урановой проблеме и о том, что, как сделать на уране реактор или атомную бомбу. И, в принципе говоря, так все очень складно объясняется. Все те концепции, что, скажем так, вот в учебнике школьном изложены, там уже, уже у них есть. Вот, это у них это было. Ну да, как-то так. Трудно не вспомнить, наверное, самого такого оригинального советского физика, это был Флеров. Флеров был большой оригинал, он же открыл спонтанное деление ядера урана вместе с Петржаком. Вот, и потом он бегал по Казани, когда там был с предложением сделать атомную бомбу, это дело успел услышать, значит, этот самый, он там лечился от ТИФа Курчатов, да, вот он, так сказать, оказался. Ну, а потом предложили возглавить этот проект этому самому Йоффе. он говорит, да ладно, я старый, вот, возьмите, говорит, Курчатов, он тоже английский. И Курчатов возглавлял, читал все бумаги, которые присылала агентура Лаврентия Павловича Берия из Америки, ну, и руководил. Ну, до сих пор, вот, вплоть до, когда там, это уже были 90, начало 90-х годов, Флеров еще был жив, и все были уверены, нет, мы сами все сделали, с нами был гениальный Курчатов, он, мы что не скажем, он нам сразу такую меткую подсказку давал, все, это мы сами все придумали, Америка тут ни при чем, мы ничего не копировали. У нас гений такой был, Курчатов, зачем нам Америка какая нужна? Он ничего не спроси, сразу дает подсказку, пробуем, точно, как он говорил, вот так вот. Ну, потом стало понятно, что он был главный теоретик, это человек, который читает, читает секретные материалы, что ему Лаврик давал. Кстати говоря, почему-то никто не вспоминает, что вот здание такое, есть улица такая Новорязанская в Москве, это через дорогу от Казанского вокзала. И вот это вот здание такое, оно до сих пор за забором, такая непонятная принадлежность, ну, обычно так, у КГБшных зданий, вот, именно из этого здания Лаврентий Павлович руководил созданием атомной бомбы. Вот там вот он был, оттуда работал. Там, как кровавый, так сказать, палач, это на Лубянке, а здесь, как руководитель атомного проекта, вот он отсюда работал. Вот, вот такой был Лаврик. Ну, кстати говоря, мы так потихонечку с физики попали на Лаврентий Павлович Берия, он, в принципе говоря, был очень, как и все они тогдашние, его партийный аппарат, все они были, так сказать, кровавыми персонажами, без всякого сомнения, но зато он был очень выдающийся человек, выдающийся организатор. И если бы он пришел к власти после Сталина, то я думаю, что это, все бы мы выиграли от этого. Он умел организовать дело, поставить как надо, у него это, он умел. Он умел руководить коллективом творческих людей. И не только путем, с помощью палки и веревки, но и как-то еще. Он умел оставить их работать. Он, конечно, создавал им необыкновенно хорошие условия, они же там за забором все жили-то у него в атомной промышленности. Этот забор ведь до сих пор сохранился, до сих пор все вот эти города типа там Саров, там, как это, Снежинск, как теперь по-всякому так называют, они ведь пленем были созданы. До сих пор они живы, существуют и в том же режиме. То есть туда попасть просто невозможно. Если надо с ними встречаться, то у них, соответственно, есть такая зона, куда они могут выйти и с тобой повстречаться. Да, вот так вот. Туда нельзя попасть в принципе вообще постороннему человеку. Вот так. Ну, это замечательно вообще сделана такая система, еще от лаврика берегит. вот как-то мы его попасть. Да, и как это возникновение Дубны, Дубна это замечательное место, самый веселый барак в нашем социалистическом лагере, так его заграничные шутники называли, его ведь создал тоже Курчатов и Берия. Когда стало понятно, что, значит, кроме ядерной бомбы, ядерная физика продолжает жить и развиваться, там всякие частицы там открывают всякие эти проблемы, вот, то надо их продолжать изучать, а как? Ну, это такой вот поиск. И вот надо было создать базу научную и стали искать место под Москвой и вот Лаврентий вместе с Курчатовым на машине ехали и доехали до того места, где Дубна, рядом Волга, рядом Канал, вот, и, значит, туда можно привести большие детали, например, из Ленинграда, да, с электросилы, так оттуда привезли этот самый, как он называется-то, ускоритель там, циклатрон, он до сих пор живет и работает, я на нем когда-то чего-то там регистрировал, вот, и вот они там есть, да, стоят, немотришь, ну, а потом в 50-е годы стало понятно, что тут вооружить нейтрино не удастся, как это сказали, и сказали, пускай это будет международный центр, его открыли, а так он был закрытый центр научный, закрытый атомный городок, но в 56-ом, что ли, году он стал открытым, вдруг сразу появился, и все, ну, хороший город, я там был на практике, диплом писал, город точно хороший, необычный, необычный, самый веселый барак в социалистическом лагере, вообще не напоминал Россию никак, то есть там молоко в ящиках ставили около входа в детский сад, никто не брал, рядом с нашим общежитием был такой маленькой маленькой палатка хозяйственных товаров, продавщица получила товар перед обедом, оставила его около палатки и уехала на велосипеде на обед, я говорю, а как же вот так же утащить, а кто возьмет, она говорит, кто возьмет, куда, я только поинтересовался, мне это было все в диковинку очень, да, диковинку, ну, это было как за границей все, действительно, это было, не по-нашему все это было, я понял, по-нашему, места были, места были замечательные, да, и вот там вот Флерову дали лабораторию, он стал заниматься очень интересной темой, это сверхтяжелые атомные ядра, у него была такая мечта, одна, один из вариантов, одна из теорий атомного ядра предсказывала, что при очень больших массах ядер ядер будут появляться стабильные ядра долгоживущие, вот, и вот он упорно синтезировал все более и более тяжелые ядра, он с Аганесяном, это его заместитель был, в расчете на то, что рано или поздно они найдут стабильное ядро, а на чем это основывается такая уверенность, дело в том, что то вещество, которое нас окружает, оно появилось во время взрыва сверхновой, я прошу прощения, вы можете говорить, я просто на 30 секунд улучшусь, я поставлю телефон, буду говорить с вами, я 30 секунд вам расскажу все это дело, дело в том, что при взрыве сверхновой, там, значит, расходящаяся идет ударная волна, в которой происходит ядерный синтез, и вот там запросто синтезируется до железа, потому что это синтез происходит с выделением энергии, и дальнейший синтез идет в том числе вот самых тяжелых элементов за счет захвата нейтронов, там происходит образование нейтронов, и вот эти нейтроны захватывают, значит, еще более тяжелые, значит, перед этим элемент менее тяжелый должен захватить нейтрон, пережить бета-распад, бета-чего, бета-минус распад, да, электрон вылетает, и превратиться в еще более тяжелый элемент, а потом опять захватить, а вот тут есть такая яма по времени жизни вот этих вот продуктов, и уже совсем сверхтяжелых, если есть, то очень мало, и первоначально это их искали на Земле, там, скажем, где-нибудь в горных породах, может, прилетел из космоса, застрял, да, с этим Альварис их искал, и он при этом искал, искал, и вот придумал эту идею про падение астероида, который уничтожил всю жизнь, да, на Земле, вот, когда-то давным-давно, динозавров перебил, вот, а вообще говоря, вот, в одном из тектитов, который летал-летал миллиарды лет в Солнечной системе, тектит – это такой кусочек стекла, в нем нашли след, и, как говорят знатоки, это был как раз сверхтяжелый элемент, где-то все-таки синтезировался такой сверхтяжелый ядро, и в составе космических лучей прилетело в Солнечную систему, и прошло через этот вот тектит. Это вот одна дама, доктор наук, вот об этом рассказывала. Вот такие вот дела. Ну, вот, мечта Флёрова жива, хотят найти все-таки более тяжелые ядра. Уже вроде появилась какая-то отмель, вроде бы, время жизни новых сверхтяжелых ядр оказалось чуть выше, чем предыдущих. Скоро, скоро будет островок стабильности. Но пока еще до этого не дошло. Ну, вот, бомбите, 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 может быть, что на бомбите. Ну, трудно синтезировать, конечно. Это, в общем, на Земле тоже трудно, если в космосе трудно, на Земле тем более. Извините, что я перебиваю, вообще, вот, советские физики, они были, для них была некая отдушина в плане жизни, в плане, в плане взглядов, которых они могли придерживаться. Вот, помните, был фильм такой, еще раз, про любовь, там физики были, 9 дней 1 года. Да, ну, да. Люди, такие себя раскованы, чувствующие. А почему? Потому, что всеми этими, вот, физиками, инженерами, которые занимались военно-прикладной тематикой, их курировало, значит, второе главное управление, контрразведка. И контрразведка на их взгляды не обращала внимания, лишь бы он не был шпионом, и все. Вот это главное. А что он там Сталина ругает, или Брежнева, или анекдоты рассказывает, это их не касается. Это не их дело. Этим делом занималось 5-е главное управление, которое вот занималось всякими там художниками, литератами, артистами, музыкантами, да. Они выездные, кстати, были эти все художники. Идеологическая, да, Борис? идеологическая. А этими не занимались они поэтому. Поэтому они, вот поэтому в их недрах и, так сказать, вырос Академик Сахаров с его проектами, которые он там писал. А восьмерка, Борис Сергеевич, восьмое управление, занималась в том числе криптографией, то есть восьмое управление. И советский ГОСТ 28-147-89 года, она же петля Фейстеля, то есть, ну, стандарт закрытого шифрования был разработан под эгидой восьмого управления. То есть, они это курируют. То есть, это, понимаете, правительственная связь теперь наверняка называется в России. А, не, сейчас же ФАПСИ, оно было ликвидировано, сейчас есть Центр спецсвязи защиты информации при ФСБ. Ну да, ну, видите, как там. Вот у меня двойная тавтология, а двойная тавтология это всегда и демпотентность. Ну ладно. Борис Сергеевич, я хотел, возможно, чуть-чуть мяч на свою сторону. Мы, хотелось бы упомянуть также великого мастера Давида Гильберта, тоже ключевую фигуру на стыке, который также сформулировал свои известные проблемы, которые решаются, как бы ни было, много было решено. Также вот континуум, гипотеза Поля Клоэна в 60-х годах там о кардиналах, о несуществлении кардиналов между счетного и несчетного. Ну, я сейчас без науки, да, только такие интересные факторы. Андрея Николаевича Калмогорова, нашего соотечественника, который, кстати, очень себя хорошо зарекомендовал у Николая Николаевича Лузина на семинаре, когда учился. Кстати, сдал экстерном первый курс, что очень похвально, я очень ценю, потому что я сам сдавал экстерном в институте, чтобы, как говорится, не быть пижоном в математике. Ну, это мой подход, чтобы, если там чуть-чуть почитал, это не значит, что ты умнее других. Нет, если ты хочешь доказать, пожалуйста, приди, сдай экстерном. Вот я приходил, за две недели весь дал курс высшмата всего. 18 лет. Теперь, Борис Сергеевич, хотелось бы упомянуть также, наверное, безусловно, из математиков, это Норберт Финнер, один из создателей кибернетики, то есть, американский, очень талантливый математик. Кстати, они с Андреем Николаевичем Калмогоровым тоже очень друг друга наступали на пятки в аспекте Тиарвера. Потом, кстати, интересный любопытный момент, что Калмогоров в первой четверти XX века полностью соединил, то есть, показал, что они эквивалентны, ну, они между собой эквивалентны две парадигмы, то есть, это так называемая парадигма интуиционизма в математике и логицизма, то есть, они между собой эквивалентны. То есть, это потом уже был, конечно, результат Курта Геоделя, известной теоремы, да, которые полностью Гильберта развенчали его парадигму, ну, скажем так, потому что Гильберт приверженец был формализма в математике подхода, то есть, основание геометрии, он хотел полностью завершить всю модель, чтобы ее замкнуть. А теоремы Геоделя о непротиворечивости, да, строгой системе будет существовать утверждение, которое нельзя не доказать, не опровергнуть методами самой системы. Если система полная, то есть, в ней будет противоречие заложено, то есть, и непротиворечивость самой системы формально невозможно доказать методами самой системы. То есть, это очень серьезные результаты в аспекте мат-логики, да, то есть, левела, ну, зеро левела в фундаменте, в пирамиде математики, потому что там был результат 1914 года теоремы Левенгельма с Калема, то есть, предвестника этого всего, то есть, до результатов Калмогорова, о том, что всякая формальная система имеет представимую модель в методе, в натуральных числах. То есть, такая тоже объективность своего рода. И любопытный момент про Калмогорова Андрея Николаевича. Он же, получается, очень был спортивного, то есть, всегда пропагандировал лыжи. И, кстати, Саватеев, наверное, взял на вооружение модель Калмогорова, он говорит, мы там лыжные забеги делаем, выбрасываемся где-то в Московской области с электрички, потом возвращаемся в Москву на лыжах. То есть, Саватеев использовал модель Калмогорова, точнее, пользуется, наверное, сейчас Алексей Владимирович спортивными моделями Калмогорова. Как-то так. Ну, а, кстати, Иван Матвеевич Виноградов, Борис Сергеевич, который был директором стекловки, то есть, института математики, он, кстати, любопытный момент, обладал настолько колоссальной физической силой, математик, да, талантливый, ну, помимо того, что он антисмит, мы сейчас не берем его взгляды, да, с Пантрягиным, они, как он хвастался, вычистили практически всех евреев. Сам Виноградов об этом хвастался, да. Дело в том, что он обладал настолько силой, что он мог, согласно легенде, человек садился на стул, и он одной рукой приподнимал этот стул за одну ножку с человеком, так гласит легенда о Виноградове. Да, вообще на него посмотреть, как бы на, вот там, я когда читал его, «Избранные труды Виноградов», ведь он же доказал гипотезу Гольбаха, правда, в слабом виде, может, вы слышали, да, гипотезу Гольбаха, о представимости числа, ну, то есть, это ей было порядка трехсот лет гипотезы Гольбаха, и Виноградов ее доказал, там, на оценке нижней показал очень сильно. Сейчас я уже перебрасываюсь, да, я не хочу уходить сильно в науку, только, ну, такие интересные факты, да, Борис Сергеевич, и про Виноградова я сказал, вот это, про его физическую силу. Кстати, про Пантрягина можно вспомнить, он же был слепой с детства, он в детстве там каким-то, каким-то балушками занимался, обжег глаза чем-то там, ему неудачно прооперировали, он был слепой. И вот, между прочим, это почти с детства, и высшее образование он получал на пару со своей матерью, которая не была в высшей образованности. А, да, 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 и мать ему делала. Он с ней прожил до старости, в общем, действительно, у них там и потом и отношения, естественно, испортились, и все, что хотите, но, в общем, тяжелая жизнь у него была, да, и ему все предлагали, загранкомандировку его там звали, это еще, по-моему, до войны было, но в качестве сопровождающих давали не мать, а чью-то родственницу, еврейку причем, он против этого очень возражал. Вот, видимо, с этого момента он и стал антисемитом-то, да, что ему, говорит, давайте, говорит, поезжайте за загранкомандировку, а так как вы один ехать не можете, вот с вами поедет там, значит, какая-нибудь там, так сказать, Роза Карловна, вот, а он говорит, не хочу я Розу Карловну, хочу я свою, свою маму, вот, ну и, короче говоря, вот на этом, на этом, вот, видимо, с этого момента, наверное, у него и возникло это вот неприязненное отношение, но он вообще, да, он числится таким ярым антисемитом, да. Иван Матвеевич Виноградов прожил с сестрой, то есть он тоже не был женат, то есть он, у него хобби было цветоводство, то есть он занимался цветами, казалось бы, такой, ну, гераклоподобного мужчина, вида, да, а вот, ну, хобби, вот цветы были, и жил, прожил с сестрой, по-моему, 93 года, то есть он много прожил. Понятно. А вот, кстати, кем был Стеклов, именем которого назвал институт имени Стеклов? Он же был, сейчас, Борис Сергеевич, у меня сразу же Крылов, который был, помимо того, что он инженером, да, и математиком. Да, у нас это с ним связывает обычную теорию непотопляемости корабля с Крыловым. Да, да, да. А вот Стеклов, он же был, так, это был, он родился в 19 веке, безусловно, и он, сейчас, я стараюсь откинуть в голове, но, безусловно, вот, я могу ошибаться, но результаты Стеклова, по-моему, с дифурами связаны, как и Александра Михайловича Ляпунова, Бориса Сергеевича, вот так вот, то есть, там у Ляпунова это, если вы знаете, там, они, кстати, используются же в теории катастрофы, результат очень сильный, то есть, теория динамических систем, Арнольда, вот в этом, в этом ключе. Ну, снова так, если я не прав, зрители пусть обрушивают, а на... Пускай обрушивают, пускай обрушивают, да, пускай обрушивают. А, Борис Сергеевич, еще очень важно отметить, помимо того, что я сказал, сейчас, чтобы я... Конечно же, один из моих самых любимых математиков, это гениальный Стефан Банах, у него любопытная жизнь, он вообще не оканчивал университет, ему сразу докторскую присудили просто за то, что он самоучка, считайте, то есть, он подготовил докторскую, он не имел высшего образования, Стефан Банах, а Банах фамилию он взял в благодарность прачке, которая его вырастила, так его настоящая фамилия Гречик, но он взял из чувства уважения, это очень важно, именно, ну как, приемной матери фамилия Банах, очень был, конечно, сиборит, любил роскошно жить, и по воспоминаниям Гуга Штейнгауза, он говорит, больше всех мог выпить и больше всех мог просидеть на одном месте с кафе, то есть, богемную жизнь любил Стефан Банах. Кстати, а чем Чеплыгин прославился? Ведь есть, его именем даже станцию назвали, станция Раненбург, это ныне станция Чеплыгин. Борис Сергеевич, аэродинамика, это же Сергей Чеплыгин, он в этом аспекте, то есть, это он пионер, один из, до Королева, точнее, с Королевым, Королев тоже начинал. И, кстати, насчет Сергея Павловича, ему лекции читал в КПИ великий украинский математик, который по доносу тогда этого Гантмахера, один из создателей, ну, там, учебник-легендар «Теория Матриц», написан был донос на Михаила Филипповича Кравчука, очень талантливый математик, и он был, кстати, учителем и Сергея Павловича, Королева в КПИ, и учителем Архипа Михайловича Люльки, который стал генконструктором, потом НПО «Сатурн», то есть, реактивные авиационные двигатели. Да, это известные все фигуры. Значит, один профессор сдал другого профессора. Тогда же, а что-то, разве не писали, а Ландау не сидел, разве сидел? Сидел, сидел. Показать копийца, не вмешался. А Рокоссовский не сидел, челюсть не выбили? Сидел. Сидел, сидел. О чем мы говорим, Борис Сергеевич, вы же понимаете. И не только Рокоссовский сидел, там еще этот сидел же, Господи. Командующий это был Северный фронт. Как его фамилия? Который потом еще воевал против Японии. Как его? Маршал, маршал. Так, маршал, маршал, маршал. Именно Северный фронт, Борис Сергеевич? Ну да, он там командовал топору, да. Сейчас я скажу. Он потом командовал войсками в операции против Японии. Ну вот, в 45-м году, да? пока не знаю. Да. Ну, я его сейчас попробую набрать. Хорошо, хорошо. Да, хорошо. Так, сейчас мы посмотрим. Мерецков. А, вы имеете в виду, Борис Сергеевич, Кирилл Афанасьевич Мерецков, да? Мерецков, наверное, Мерецков. Да, он же сходил, безусловно, да. А он же был еще в свое время начгенштабом, если не ошибаюсь, тоже кратковременно, да? Это я не помню, чтобы он был. Начгенштаб был другой же у нас. Нет, он был, когда было в декабре 40-го года, он был начгенштабом, потом поставили Жужукова после него. Ну, может быть, может быть. Во время войны-то начгенштаба был этот. Штапошников потом. Нет, нет, совсем во время войны не Шапошников был. Во время войны был Зуков над генштабом? Нет, 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 нет. Генеральный штаб во время Великой Отечественной войны не Жуков возглавлял. Жуков был представителем Ставки обычно, посылали куда-нибудь. Поэтому везде кто-то все прикоснулся. Жуков так же был начальником генерального штаба, Борис Сергеевич. Нет, он был в 41-м году, как раз, когда начиналась война. Борис Сергеевич. Сейчас проверим генерального штаба. В декабре 40-го года, когда состоялась военно-политическая, ну, военно-стратегическая игра на картах, когда возглавлял с одной стороны Жуков, с другой стороны Павлов Дмитрий Григорьевич, тогда был начгенштабом Кирилл Афанасьевич Мерецков. А потом Сталин сказал по решению, политбюро решило назначить вас начгенштабом, Георгий Константинович. Ну да, это игра на карте, да, фишка хорошо легла. Так. А потом его сменил Борис Михайлович Шапошников, Жукова, Борис Сергеевич. Он сам. Так, сейчас смотрим. Сейчас смотрим, смотрим. Да, Мерецков действительно был в август, январь 41-го. До этого был Шапошников, потом был Жуков, потом снова Шапошников, А потом был Василевский, товарищ Василевский. Александр Михайлович Василевский стал. Да, он 42-го года по февраль 45-го. Да, да, Александр Михайлович Василевский. А потом Антонов, красавчик такой был. Ну да, да. Борис Сергеевич, мы уже, да, чуть-чуть не... А, кстати, насчет военки. Андрей Николаевич Калмогоров, он же был, делал расчет, очень серьезная группа для, ну, для баллистики, в том числе. Тоже свой вклад существенный гнился. В математическое обеспечение, Борис Сергеевич. Так. Ну, как-то так. Ну, Куликов, он, кстати, был у меня на программе Собеседники, по-моему. Кто? Ну, это, так сказать, Куликов, Куликов, старенький уже был. Ммм. Куликов. Ну, потом... Ну, посредник... Да, мы уже так отклонились. То есть, последний маршал, это был Дмитрий Тимофеевич Язов. Да. Борис Сергеевич, кого еще следует... Ну, мы не можем не упомянуть уже, мы уже тоже, да, уже время, наверное, тоже, мы чуть-чуть на цепь нот заходим. Льва Давидовича Ландау, конечно. Ну... Фигура. Я вообще с него котенка назвал, Ландау. Похож вроде на Ландау, котенок у меня, я его назвал Ландау. Тощий лев, да? Да. А его приятеля назвал Лившиц, вот по аналогии. А, я слышал, да, я слышал, да. Ландау и Лившиц. Ландау и Лившиц, да. Легендарный дуэт. Да. Борис Сергеевич. Вот... Которым очень многим обязаны, книги у них замечательные, конечно. Если их так чтешь нормально, освоишь, ну, это замечательно. Просто чувство глубокого удовлетворения испытываешь, когда прочитаешь, выучишь, освоишь, издашь. Ну, да. Хорошие книги. Прелесть. Простойность. Прелесть. Это вот такое огромное интеллектуальное удовлетворение. У меня как раз от книг Ландау и Лившица есть такое. Необыкновенная красота. Что добавим еще? Ну, что добавим? Наверное, уже наше время, это тройка тоже, скажем так, великий, как мы с античности первой записи начали, да? Эвклид, Пифагор, Архимед. Так, скажем так, наше время, это Григорий Яковлевич, Перельман. Это Эндрю Уайлз, автор доказательства Великой Теоремы Фирмам. Так. Кстати, обидно, что он не получил Филса, потому что Филса до 40 лет включительно, ручка, самая престижная, скажем так, премия в математике. А ему было на тот момент 41 год. То есть, ну вот, обидно, ну казалось бы, да? Чуть-чуть, да, чуть-чуть бы пораньше, да? Чуть-чуть. Кстати, Перельман тоже последний вагон, ему в 2006 присудило Международное математическое общество, да, премию Филса. Ему как раз на тот момент 40 лет исполнилось, то есть, включительно, он успел. Правда, он не приехал в Испанию, когда король вручал премию принципиально. Я тут, ну, это его позиции, то, что он оказался от миллиона долларов. А в чем принципиальность-то его там? Что он с королем не поделил? Он был, у него, он затаил, на мой взгляд, обиду на нечистоплотность математического сообщества. Я его полностью разделяю в этом аспекте. Я сам с этим столкнулся. То есть, я, ну, для меня это понятно. И такие вещи, как оценка деньгами, когда все вот так вот продается, даже был скандал еще с китайцами, когда хотели поддержать китайцев, там, группу Яо. Яо хотел вклиниться после выхода припринтов Перельмана. Группа Яо, китайская профессора, то есть, там, его ученики, они утверждали, что не доказали 50% в результате гипотезы Панкера Перельман 25%, а Гамильтон 30%. Итого 105% на группу. Но это смешно было. Китайская математика, она своеобразная. Борис Сергеевич, я не хочу в прямом эфире разжигать межнациональную розню. Рознь, да? Я согласен, что китайцы, я больше всего, как говорят в Одессе, глагол опасываю. Силу их, до мой взгляд, это самые большие плагиатчики вот в современном мире. Их надо очень с ними осторожнее. Они очень любят рассказывать, что у них еще какие-то давние времена придумали логарифмы. И даже таблица логарифм у них была. И вот стали эту таблицу внимательно изучать. Оказалось, что в ней те же самые опечатки, что и в таблице логарифмов этого Неппера. Они просто у Неппера собрались. А? Он же Неппер, Джон, британец. Он и был первый автор. Да я понимаю, но у них те же самые опечатки. Они просто скопировали. Они не сами придумывали, они просто освоили когда-то. Вот говорят, а вот у нас есть его наше древнее Неппера. Ну, в общем, и вот такая вот ситуация, да. Ну, слава Богу, все время расставило все на свои места. И в 2010 году Перельману потом присудили премию как проблемы тысячелетия. автора доказательства, да, то есть института Клея. И все-все расставилось на свои места. Как сказал Миша Громов, Михаил Громов. Гениальный геометр. Как-то так. А тут-то премию Перельман тоже не стал получать Клея? Да, безусловно, конечно. Перельман не изменяет своим принципам. Ни в коем случае. За это я его уважаю очень сильно. И деньгами покупать миллион долларов эквивалент такой проблемы, и с учетом до этого вот этой нечистоплотности, которая сложилась, да, его мир где-то был, наверное, ну, разрушен, не побоюсь этого слова, наверное. И у меня он разрушен, с учетом, как я столкнулся в аспирантуре, с этой клеветой, грязью современной. Для меня это где-то все это коммерция. Она перестала быть где-то чистой, Борис Сергеевич. Для меня это то же самое, как для Перельмана. Ну, это когда, как в спорте. Сначала в спорте, значит, появилось то, что надо хорошее снаряжение сделать, чтобы хорошо бегать, потом хорошие таблетки принимать, потом хорошего юриста, чтобы он там в судах отспаривал, да, сейчас же ведь побеждает в итоге кто? Кто пробежал, да еще и в суде там правильно все выиграли, да? Ну, то есть, это, конечно, уже от спорта очень далеко. Ну, да. Это уже надо было ограничиться таблетками, уже юристов не надо было. Это уже не цитиус, это уже не цитиус, а алтиус фортиус. Да, это уже черти что там, кто кого отсудит там. Ну, это уже несерьезно стало, да. Кстати, для меня вот самое большое впечатление, вот из всех моих, так сказать, заграничных впечатлений, это я посетил в Афинах стадион олимпийский, на нем еще были те олимпиады, которые древности были. Вот это было у меня самое большое впечатление. Представляете, он до сих пор жив. Представляете, до сих пор он как спортивная арена функционирует. Я был потрясен. Тот самый стадион олимпийский, где древние олимпиады были. Где бегали голышом спортсмены. Ну да. Тогда же приходилось бегать голышом, потому что одежда мешала. Ну да. Ну да. В общем, Борис Сергеевич, вот такой вот Григорий Яковлевич. Да, интересная фигура. Это последний герой нашего рассказа, да? Ну, там хотелось бы добавить американца Терренса Тао. Это тоже он замыкает эту тротуару. Добавьте. Терренс Тао, он китайец, судя по фамилии-то, нет? Он китайского происхождения. Сам он выходит с Австралии, а работает в штатах в этом, в Калтехе, калифорнийской. Это текст по теории числа. Сейчас я отвечу. Роман Вячеславович, слушаю вас. Ясно. Но когда сможем перенести, Роман Вячеславович? Следующую субботу в то же время, да? Хорошо договорились. И тоже будет философия, да? Хорошо. Извините, пожалуйста, это Роман Вячеславович Шамин. Он поехал на дачу и говорит, что у него плохо работает интернет. Вот так вот. Ну, я не понял. Ань? Сценирует себя математиком. А я всего лишь работник в области математики. Поэтому... Ну, он доктор физмат-наук. Он все-таки... Не говорить, что он математик, он доктор физмат-наук. Но это такая вот титул. Доктор физмат-наук. Доктор. И он, значит, директор вот института, который готовит программистов, да, вот. Айтишников. Я их называю программистами. Правильно их называют айтишниками теперь. Борис Сергеевич, по поводу вы говорите. Вот у нас какая-то оценка. Доктор, академик. Григорий Яковлевич всего лишь кандидат физико-математических. Всего лишь кандидат. Ну, кто... Да, да, да. При всем уважении, да, кто Перельман? На веках. А всего лишь кандидат. Отказался от титула академика. Рано сразу его, потом его избрали. В том числе. Его и в академике, что ли, избирали? Молниеносно потом его избрали. А как же можно такого человека не избрать? Но он отказался. Борис Сергеевич. А чем он сейчас занимается-то? Что, Перельман? Да. Понятия не имею, Борис Сергеевич. Он где-то числится на работе-то, нет? Не, не, он же уволился с института, ну, филиала, института математики имени, ну, там, международный центр Эллера в Питере. Он уволился, когда еще, потом уже. Ну, это все для него потеряло смысл. А живет-то на что? Ну, я в чужую бухгалтерию не лезу. Ну, все-таки где-то надо получать содержание-то. Сие мне неизвестно. От премии отказывается, нигде не работает. Прямо как Фокс. Помните Фокс это? Ну, да. Ну, прям Фокс. С виду фраер, но не фраер, это точно. Ну, да. Да, серьезный человек Перельман. Перелман. Жемчужный, значит, человек. Ну, как-то так, да, Борис? Как-то так. Так, ну что, что-то хотите еще добавить? Да, в принципе, я думаю, мы уже наговорили. Наговорили на статью, как раньше говорили. Ну, статья, не статья, Борис Сергеевич. Я вот хотел от себя добавить, почему я так себя позиционирую. Работник в области математики. Так. Это чисто такой, знаете, ландавский подход ландаву, что я не ученый, я работник науки, Борис Сергеевич. Работник. Так. Понятно. Ну, вот как-то так. Как-то так. Ну, спасибо вам, да. Американская модель, у них, как у нас, нету вот это советская, грубо говоря, от тех, всех, я не знаю. Степенение звания. Но у нас немецкая модель, у нас немецкая модель. Хотя у них тоже PHD есть, у них тоже PHD есть. Так на этом и заканчивается. Сделал PHD и без всяких, как говорится, это вход в науку. Да, PHD, PHD, PHD есть, да. Не, но у них PHD, у нас кандидатская диссертация, это разные вещи. Кандидатская диссертация, это все-таки некая научная работа, выполненная и доказанная, да. Ну, это как-то... А что же у них? У них PHD, доктор философии, это выполненный так называемый PHD тезис. Пускай будет так, пускай будет так. Значит, у них тоже самое. Ну и замечательно. Ну, хорошо, будем публику благодарить за внимание. Напомним вам, что, так сказать, курить вредно. Напомним публике, не берите пример. С моего собеседника не курите. А у меня сейчас события в стране, так же надо курить, Борис Сергеевич. Ну, вот, у него события в стране он курит, поэтому, да, понятно. Тратит деньги на табак, да. Или поддерживает табачную промышленность, кто его знает. Может, наоборот, патриотизм проявит. Хорошо. Ну, спасибо вам. Спасибо публике за время будущее. Публике, не забудьте поддержать меня и моих котиков. Вот это Ландау, кстати говоря. Вот котика зовут Ландау. Вот этого котика, вот он. Видите, нос такой горбатенький, Ландау. А вот этот вот веселенький, глазастенький, это Лившица. Вот он, Лившица, вот. Это Лившица, вот он. Ну, просто он с ним брат, вроде как. Будет Лившица. А это Ландау такой грустный всегда. А Лившица такой маленький и глупенький. Вот такие вот дела. Ну, всего доброго. Внизу ликвизиты, не забывайте, да. Так, где вот кнопочка, что мы прекращаем запись. Пока.